Девушки отдыхают Галлюцинация или что-то ненормальное, необъяснимое, но именно таким было призвание апостола Павла, Савла Тарсянина. Каждое призвание личное и индивидуальное, каждая история об обращении и каждая история о призвании заслуживает уважения. Читая Евангелие, мы видим, что призвание — это нечто простое. Иисус пригласил своих друзей, учеников, один за другим, быть с ним. Все было очень просто. Иисус ходил по берегу озера, и он увидел Симона и его брата Андрея. В Евангелии от Матфея 1 главе 17 стихе написано. «И сказал им Иисус, идите за Мною, я сделаю, что вы будете ловцами человеков. Иди за Мною, и я сделаю, что ты будешь ловцом человеков». Здесь мы видим две составляющие любого призвания. «Иди за Мною», это приглашение идти Богу навстречу, это часть человека. «Я сделаю, что ты будешь ловцом человеков». Это уже часть Бога, который даст нам способность исполнить наше призвание. Божья часть и человеческая часть совместно создают условия для того, чтобы человек мог посвятить свою жизнь призванию и благое вести. Иногда призыв ясный, точный, сильный, подобно тому, как было у Саала Тарсянина по дороге в Дамаск. Другие призывы, как мы читаем в Библии, отличаются. Они личные, нерешительные, как было у Самуила, который постепенно узнавал, что Бог говорит с ним и зовет его. Есть также призыв Моисея, который начал спорить и сопротивляться Божьему зову. Существует целый ряд способов войти в свое призвание. Но первое, что мне кажется очень важным, это то, что необходимо уделять все время личному общению с Господом. Необходимо столкнуться с этим призванием, которое либо рождается, либо уже развивается внутри. Необходимо уединиться с Богом, находиться с Ним лицом к лицу, для того, чтобы что-то ясное и точное могло внутри нас появиться. Именно так открывается любое призвание. В первую очередь, Господь желает дать нам понять, что Ему нужна наша жизнь. Не только наши слова, способности, дары, таланты. Ему нужна наша жизнь. Призвание — это призыв на всю жизнь. Это не просто использование даров, которые нужны Богу. Итак, Бог желает сказать нам, мне нужен Ты как Личность, и я хочу дать Тебе силу моего Духа, мою воскресшую жизнь. Мою жизнь с избытком, для того, чтобы Ты мог войти в свое призвание. Далее, Бог говорит нам, не беспокойся, потому что сначала я Тебе кое-что дам. прежде чем Ты сможешь мне что-то дать, я должен вкладывать в Твою жизнь. Я сделаю Вас тем-то или тем-то. Бог прежде возлюбил нас. Он первый касается нас. Он желает восстановить нас, исцелить, освободить нас, для того, чтобы мы могли быть полезными в Его руках. Затем нужно понять, что находит отклик в нашем сердце. Что внутри нас? Каковы наши желания? Что нас интересует? Что является ответом на нужды страдающего этого мира? Многие призвания родились благодаря тому, что люди увидели страдания, нужду. И они сказали, вот ниша, которую я хочу занять. Великие, прекрасные призвания осуществились благодаря тому, что люди ответили на нужды, касающиеся их сердец. Заметили ли вы, что должно быть то, что откликается в вас? Это то, что Бог вложил в ваше сердце, и то, что Он желает использовать. Мое личное свидетельство очень простое. Я просто захотел быть в распоряжении у Бога. Человек, который в распоряжении у Бога может делать многое и касаться различных сфер. Благодаря разным возможностям, которые открывались передо мной, мое призвание постепенно стало очевидным. Я увидел, что я должен сделать, но и также, что делать не должен. Ненужные варианты отсеялись, и я мог сделать выбор, поскольку я был в полном распоряжении у Бога. Будьте и вы также в полном распоряжении у Бога и у людей, и вы найдете путь своего призвания. Конечно, это требует терпения, настойчивости, готовности делать то, что нужно сделать. Все, что может рука твоя, делать по силам, делай. Также нужно принять во внимание мнение других людей. Я не говорю о разрушительных, завистливых или ограничительных словах людей. Я говорю о людях, с мнением которых вам просто необходимо считаться. Я выступаю в защиту духовных отцов и матерей, мужчин и женщин, на которых вы равняетесь, и которые заботятся о младших, вдохновляют их. Сами будьте источниками вдохновения. Будьте людьми, которые умеют вдохновлять, выявлять дары и таланты. Начните для начала, со своих детей. Именно такие люди помогают нам видеть дальше настоящего. Они буквально обладают пророческим взглядом на нашу жизнь. Они ведут нас к тем делам, которые Бог приготовил для нас, так как они видят то, что мы порой не способны видеть. Примите мнение тех, кто видит ваш потенциал и доброжелательно относится к вам. То, что делаете, делайте всем сердцем, как для Господа. Делайте с энтузиазмом, делайте как можно лучше, и вы потом почувствуете внутреннее подтверждение и радость от того, что были использованы самим Богом. Призвание утверждается в вас, когда есть радость в сердце. Ну, а завершить сегодняшнюю программу я хочу следующими словами. В исполнении призвания постоянно должно звучать это «да». Мы не должны обманываться. В призвании есть борьба, противостояние, периоды одиночества, долины, горы, которые нужно преодолеть. Иногда человек проходит это наедине с самим собою. Иногда в группе или в общине сталкиваемся с вопросами, с тем, что нам непонятно, но наше призвание невозможно угасить. Дары и призвание Божие не приложены. Будьте мужественны при этом, будьте замотивированы, говорите «да», подчинитесь воле Господа, и ваша жизнь обязательно будет успешной. Господь говорит нам «иди за Мною». Я сделаю, что ты будешь тем-то и тем-то. Молюсь за всех, кто смотрит меня сейчас, чтобы Божий план исполнился и в вашей жизни. До скорой встречи! Будьте благословенны! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова